Здравствуйте. Здравствуйте. Как у вас ничего? Не жалуюсь, как у вас? Замечательно. Я в принципе могу то же самое сказать. Что обсуждаете? Какие темы? Что вам интересно? Все кроме политики. Понял. Потому что мне это не близко. Понял. Хорошо, тогда такой вопрос. Как вы относитесь к тому, что вот сейчас будут запрещать VPN? Ну, запрещать-то его могут, конечно, сколько угодно. А работать, мне кажется, он будет и без этого. Не, но если будет репрессия нарастать, например, тех, кто будет использовать VPN, они будут тоже там арестованы или что-то будет с ними? Как мне сказал мой знакомый программист, что, во-первых, VPN, конечно, могут запретить, их заблокировать, но люди просто могут делать свои VPN и от этого уже никуда не деться. Нет, но делать свои VPN могут же далеко не все люди. Вы говорите, люди смогут делать, это же будет штучно. Ну, конечно, не все люди это могут делать, да, но это же как сарафанное радио по факту будет работать. Нет, ну, сделать свой VPN, ну, разве что использовать, может быть, и, и, да, тогда, может быть, можно. Ну, через прокси, в принципе, нормально, это все работает. Ну, я в этом не разбираюсь настолько хорошо, чтобы понимать, как это работает, но мне друг сказал, что он сидит уже давным-давно под своим VPN, ну, не VPN, конечно, правильно так называть, и сильно не напрягается, если ему, конечно, что-то надо. Ну, хорошо. Но мне кажется, что это все исключительно блажь и пыль в глаза, потому что никто, само собой, запрещать не будет, в счетом того, сколько людей в том же самом правительстве этими VPN-ами пользуются. Не, ну-то им-то можно, они же будут следить не за собой, они же будут следить за другими. Ну, а как так получается? Ну, как, это же Россия. Ну, все прибывает. Что барину можно, холопу нельзя. Это было испокон веков России. Ну, может быть, может быть, спорить не буду. А вы часто используете VPN? На самом деле, довольно редко, потому что две вещи, для которых мне нужен VPN, это сайт, на котором есть табулатуры, потому что по какой-то причине он без VPN не работает из России. И, ну, торрентики, само собой. Понятно. Ну, смотрите, как это может происходить. Запрещается VPN, а потом запрещаются какие-то сайты, на которые нельзя ходить. Они будут нежелательны, например, да? Ну, смотрите. Например, YouTube. Тот же самый, ну, не тот же самый, это я неправильно, наверное, говорю. Чебурнет, так называемый, нам обещали, наверное, еще с года 2012-го, если я не ошибаюсь. Им там все пугали, говорили, что все, отключимся. И как-то все не отключается, не отключается. Ну, я вам могу сказать со стороны аналитики, почему это может происходить. Например, не было подготовлено структуры для этого. Но есть большие братья-китайцы, да, которые могут помочь в этом России. И, в принципе, научить, и показать, и помочь всем, чтобы провести Чебурнет, и чтобы этот Чебурнет был реальным в России. Ну, только проблема в том, что в Китае, несмотря на то, что куча сайтов тоже запрещена, люди ими пользуются, и как-то их, в общем-то, никто за это пока не сажает. Не, ну, там есть разные случаи. Пути отхода находятся. Пути отхода, конечно, есть, да. Но Китай – это такая страна, в которой все бывает и все бывало. Скажем так, потому что… Как бы, несмотря на то, что там тот же самый World of Warcraft запрещен, никто в него не играет, но, как бы, играют, ничего страшного. А вы в какие игры играете? Или вы не играете в игры? Сейчас уже не играю. В принципе, в прошлом году… Как это называется? Игровая импотенция, что ли? Понятно. Но, кстати, очень много молодежи в России сейчас недовольны, потому что не все игры могут обновлять, не все игры сегодня доступны для молодежи. Именно там из-за санкций и из-за компаний, которые вышли из России. Мне кажется, что если ты хочешь в них поиграть, ты в них поиграешь в любом случае. Нет, какие-то старые версии… Да нет, абсолютно в новые версии. А как вы поиграете, если вы не можете обновить? Я вам даже так скажу, что… Обновитесь, я думаю… Если посмотреть интернет, можно найти этих гайдов. Не уверен, но думаю много. Нет, есть моменты, когда это невозможно. Я знаю просто людей, которые играют, и они очень злятся на это, на то, что они не могут ничего сделать. Я вот играл, по-моему, в прошлом году в какую-то мобильную игру, буквально время себе занять. И как раз вот, несмотря на то, что, кстати, игра китайская, в ней закрыт магазин для пользователей из России. То есть, ничего нельзя купить, ничего нельзя делать. То есть, он даже не отображается как магазин в игре. Но как бы люди сидят, которые на стримах из России, вполне себе, через какие-то программы сторонние, все это себе подключают, все это делают. И те же самые китайцы даже и не против. Ну, как бы им же деньги за это дают. Потому что это, да, китайцы и так далее. Хорошо, а что будет в дальнейшем? Вот если, например, вот эти санкции будут уже скончаться, сейчас будут столичные, потом еще какие-то санкции, и каким образом будут душить, душить, душить. И пока, скажем, этот поток, который пока еще идет и возможен, да, через третьи страны, будет сокращаться и почти полностью не исчезнет. Что будет потом? Что будет дальше? Ну, я-то не аналитик, не могу сказать ничего. А вы что будете делать? Вот, например, да вы просыпаетесь в один день, страна закрыта, выезжать за рубеж нельзя, многие сайты закрыты, VPN закрыты, 5-10 человек посадили, которые использовали VPN. Что вы будете делать? Честно скажу, не знаю. Почему не знаете? Потому что так далеко еще не заглядывал. Не в том плане, что я не буду недоволен, я не об этом говорю. Я не знаю, что в целом делать. То есть, конечно, негодование какое-то у меня, конечно же, будет. Поэтому, что делать и как быть, ну, сказать не могу. А что делать нужно с тем, что сейчас выборы будут в России, да? Мне кажется, это уже совсем политика, я про нее все-таки не общаюсь. Даже про выборы? Про выборы могу, про любую политику. Я же говорю, я в этом не разбираюсь. Человек простой, как говорится. Нет, смотрите, вы можете в этом не разбираться, но мысли-то у вас все равно есть по этому поводу. Я же понимаю, что вы выходите по магазинам, выходите во двор, на улицу, вас окружают разные люди. У вас все равно есть какие-то мысли по той или иной проблеме. Почему их нельзя высказать? Я вам скажу одну вещь по этому поводу, которая меня сильно, честно говоря, удивляет. По поводу выйти, сказать что-то и так далее. Как-то где-то в декабре, наверное, в начале декабря я ехал на такси. И вот у посольства США стоял молодой человек с флагами за Россию, своих не бросаем и так далее. И вот никто его как бы не забирал, никто его не трогал, все было, в принципе, хорошо и неплохо. Но при этом ты вспоминаешь такие случаи, когда человек выходит по другой какой-то причине, назовем это так, и сразу появляются несколько людей в форме и его пакуют. Я не понимаю, как это работает, почему это так, несмотря на то, что и то, и другое по факту является одиночным пикетом, а их согласовывать не нужно по закону. То есть вы не знаете, почему это происходит? Ну, у меня есть, конечно, какие-то свои мысли по этому поводу, назовем это так. Но я не понимаю, скорее, что происходит в головах у людей, которые это делают. Не которые выходят на одиночные пикеты, а которые как раз занимаются запаковкой. А у меня как раз есть четкие мысли по этому поводу, кто это делает, почему они это делают. Они являются слугами, они являются теми. Да. Все они понимают. И почему пакуют, понимают, почему те, которые служат этой власти, они тоже понимают. И в истории России оно примерно так происходит всегда. Швондеры приходят к власти. Швондеры, те, которые не должны находиться на этих местах, находятся на этих местах. И кто же эти сладкие места, как им кажется, отдаст? Они не хотят, чтобы эти места занимали люди, которые понимают, что они намного умнее, намного талантливее, намного продвинутее и так далее. То есть те люди, я не говорю сейчас про тех, которые идут в полицию, хотя здесь тоже нужно иметь и обладать и знаниями, и какой-то психологией, потому что я общаюсь с людьми и так далее. Много чего, много факторов. А в российскую полицию набирают тех, которые лояльны власти и которые в нужный момент смогут избивать людей. Вот и все. Так построена сама система. Эта полиция должна в первую очередь охранять власть. Не порядок, не народ свой, а власть. Именно поэтому тот, который выходит с табличкой «Я за Россию и против США», с ним ничего не происходит. А тот, кто выходит «Я не поддерживаю войну», его сразу пакуют, забирают и так далее. Это же понятно, довольно просто. И я думаю, что все это они прекрасно понимают. Привет. Привет. Как жизнь? Не жалуюсь. Как у вас? О, слушай, я чувствую, сейчас будет адекватный разговор. Можем поговорить адекватно. Да, конечно. Какие темы интересны? Да, конечно. Что обсуждаете? Расскажи, расскажи те, какие у вас интересы. Я новости обсуждаю здесь в Рулетке, как правило. Нет, я на самом деле политику, новости мне очень прям сильно больно. Я люблю обсуждать искусство, историю. Историю? Вам нравится история? Да, очень. А какой период истории вам ближе? Да, любой на самом деле. Вы знаете, я дикая фанатка Боска. Еще фанатка кого или чего? Боска. А, Боска, я понял. Хорошо. А вот историю, например, Второй мировой войны, вам интересно это? Да. Да, да, да. Тоже интересно. Вы знаете, очень много не знаю про это. Я не очень много про это изучала, но очень сильно интересно. Понял. А вы историк, да? Нет, я не историк, но мне история тоже интересна. Я люблю читать очень много про историю и слушать. Вы знаете, что я еще люблю? Я люблю очень сильно историю брендов. Это двадцатый век. То есть там всякие там Макдональдс, Бургер Кинг, там тра-ля-ля. То есть вот все вот эти вот, ну, крупные наши вот. Компании. Да-да-да. Компании. Я дико обожаю. Еще есть очень классная книга на кофеине. Я ее очень сильно люблю прям вообще. Понял. Я просто в свое время лет десять назад училась на маркетолога. И мы там изучали всякие там различные. Ну там и стратегии Макдональдс, там пятое-десятое. Вот. И это все очень было сильно интересно. Но на самом деле больше я подчеркнула из книг. Я понял. А скажите, а есть сейчас в России вкусная точка и был Макдональдс. Что вам больше нравится? Конечно же Макдональдс, господи. Во-первых, цена меньше. Ладно, окей. Забили с ценой. Потому что сейчас у нас, ну вы же сами понимаете. Да. Ладно. Если мы забили с ценой. Но булки. Во-первых, булки вообще другие. Потому что я знаю, что их стали поставлять другие. Другая компания. Это я точно знаю. Ну, кеп, кетчуп, горчицы. Да, окей. Они остались те же самые. Котлецы стали тоньше. Точно. Это прям вообще сто процентов прям по ощущениям. Я на самом деле очень редко хожу в Макдональдс или там во вкусные точки. Потому что я в основном поддерживаю скетопитание. Но я могу сказать, что в те разы, когда я была, во-первых, меньше стал размер. Пирожки, они и что для Бургер Кинга, что для KFC, что для вкусные точки. Они все закупаются с одного места. Это сто процентов. Понял. А какие вам нравятся еще компании? Вот вы сказали про бренды. Вам нравится изучать бренды. Какие бренды вам больше всего нравятся? Вот, например, я не знаю, из одежды может быть. Из одежды именно? Да. Или обувь может быть. Nike, Adidas или еще какие-то. Скажем так. Есть такая вещь, как нравится. Есть такая вещь, которая как я могу позволить. Что конкретно имеется в виду? Не, вот если убрать слово «позволить» и оставить только то, что бы вы хотели. То, что вам нравится. Адидас, H&M, Bershka. А из российского производства, что бы вы отметили? Что вам нравится? Из российского? Из российского, российского производства. Твоё, хорошая одежда. Там есть очень хорошие, но не в плане обуви, а в принципе у них в плане одежды очень хорошие. Там пижамки всякие, футболочки, штанишки. Тоже всё хорошо. Понял. Скажите, а вот если мы вернемся ко Второй мировой войне, как вы думаете, вот как так получилось, что Советский Союз, скажем, начинал войну с Финляндии, например, или с Польшей? Помните эти исторические моменты или нет? Напомните мне, пожалуйста. Ну вот 1 сентября 1939 года, нацистская Германия напала на Польшу для того, чтобы захватить территории и так далее. А 17 сентября на Польшу напал Советский Союз. Вот как вы думаете, это правильно было, неправильно? Вообще, вот ваше мнение по этому поводу. Я считаю, что любые нападки Советского Союза были излишни. Понял. А считаете ли вы, что это могло привести к тому, что было в дальнейшем, что вот война набирала такие обороты именно потому, что вот был момент, когда и нацистская Германия напала на Польшу, Советский Союз? Вы знаете, просто если на страну нападают две конкретно страны, то в любом случае ведет к какому-то грандиозному конфликту. Если на страну нападает одна страна, то уже тогда другое дело. То есть одна страна может нападать, а две это уже плохо, да? Это уже непонятно, я бы так сказала. Потому что непонятно, какие будут договоры и все прочее. А как вы думаете, какие были договоры вот у Гитлера и у Сталина, например, вы знаете что-то про это или нет? Вы мне тоже, пожалуйста, напомните. Потому что у меня очень много сильной информации в голове, я ее иногда не все усваиваю. Понял. Ну были договора разные. Вот до того, как Гитлер напал на Польшу и до того, что было потом впоследствии с Советским Союзом, когда Гитлер напал на Советский Союз, между Советским Союзом и Гитлером был договор. Назывался он Пакт Болотова и Риббентропа, но в этом договоре о ненападении. Но в то же самое время еще был секретный протокол, в котором, в принципе, Гитлер и Сталин, они делили Европу восточную. Это тебе, это мне и так далее. То есть, грубо говоря, у Гитлера и Сталина был заключен протокол о каком-то союзе? Да, передел восточной Европу. Они хотели именно поделить страны между собой. Одна часть переходила к Германии, одна часть переходила к Советскому Союзу. А какие части кому-кому принадлежат? Нет, но они на тот момент принадлежали ни одному, ни второму. Они просто между собой... Нет, нет, а как они договорились? Кому принадлежит одна часть, кому другая, кому какая? Вот смотрите, восточная, скажем, территория Польши по договору принадлежала Советскому Союзу, а западная часть принадлежала Германии. Вот они, когда напали вместе на Польшу, поделили Польшу, потом проводили совместный марш. То есть, вы можете посмотреть, видео есть подтверждающие это, они маршировали и так далее. И, значит, поздравляли один другого с тем, что вот теперь Польша поделена. Советский Союз, когда напал на Финляндию, в принципе, он тоже, хотя Советский Союз всегда обращался к Финляндию... А зачем Союз нападал на Финляндию, вопрос? Ну, для того, чтобы тоже получить для себя территорию, они это объясняли тем, что для своей безопасности. Они предлагали Финляндии другие какие-то территории, говорили, давайте вы возьмете себе вот эти территории, но взамен вы нам отдадите это. А Финляндия сказала, нет, мы так не хотим, мы на это не пойдем. И Советский Союз, спровоцировав конфликт, напал на Финляндию. И шла трехмесячная, ее называют Зимняя война в Финляндии. Но финны сражались героически и... Как-то так, друзья, да? Какой интересный персонаж. Самое интересное, вот из этого всего диалога, мне было интересно послушать именно, как они относятся к брендам, да, западным. Все, друзья, слышали, все прекрасно понимают. Потому что, чтобы они не придумывали в России, да, все равно они приходят к тому, что надо копировать. Они просто берут какую-то вещь или какой-то бренд или еще что-то, копируют это. Причем эта копия получается очень, скажем так, намного примитивней, чем оригинал. И они прекрасно об этом знают. Поэтому они об этом и открыто и говорят. Как-то так, друзья. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Я вам, как всегда, всем желаю добра, любви, счастья, благополучия, понимания, скорейшей победы и мира. И мы с вами скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok